Итак, сейчас подходит к концу первая половина нашего тура. Сейчас нам необходимо оглянуться и постараться увидеть, чего мы достигли благодаря нему. Мы должны понять, что сахаджа-йога не делается посредством работы вашего мозга. Многие же думают, что если вы просто скажете себе, что вы должны быть такими-то, это получится. Если вы все время будете напоминать себе, что вам необходимо избавиться от определенной проблемы, все придет в норму. Или же некоторые думают, что если они говорят кому-то, «У тебя это не в порядке, и ты должен исправить это, тогда все будет хорошо». Это не так, потому что сахаджа-йога не работает на ментальном уровне. Она работает на духовном уровне, который гораздо выше ментального. Что же вам необходимо делать? Понимать, как приводить в порядок свои чакры. И вам необходимо понимать, как осуществлять работу своего механизма. Возможно, люди все еще живут на ментальном уровне и пытаются на этом ментальном уровне решать проблемы. Вот как начинают накапливаться все ваши проблемы. Если у вас есть проблема, с какой бы то ни было чакрой, или же у вас что-то заблокировано, или же вы обнаруживаете, что с вами что-то не в порядке, бесполезно решать этот вопрос на любом ином уровне, кроме духовного. Некоторые верят в то, что если они оденутся определенным образом, или же будут соответственно вести себя, они станут таковыми. Это неверно. Как, скажем, на Западе есть хиппи, и они считают, что они стали первобытными людьми. Вы не становитесь первобытными людьми только лишь потому, что верите в это. Ведь вы так сильно развиты, что не сможете стать первобытными людьми. Поэтому просто делая что-то на ментальном уровне, мы таковыми не становимся. Этот ментальный уровень может работать в людях и более тонким образом. Некоторые из вас могут чувствовать, что выучив наизусть арти и другие вещи, вы достигнете великих результатов. Это не так, ведь это просто слова. Но если они будут пробуждены в вас, тогда они становятся мантрыми. И тогда они смогут заработать. Но прежде всего, вам необходимо достичь определенного стандарта, чтобы обладать этой способностью создавать мантры. Также, когда вы произносите какие-то арти, они не обязательно будут работать. Давайте смотреть правде в глаза, а не ориентироваться на какие-то условности. Вы должны достичь определенной внутренней глубины, даже для того, чтобы рассветить эти мантры. Прежде всего, у вас должны быть четкие вибрации. Это самый минимум. Если у вас заблокированы определенные чакры, тогда постарайтесь улучшить их состояние при помощи моей фотографии, оказывая ей все надлежащее уважение. Только лишь фотография сделает это, и ничто иное. Или же мое личное присутствие. Но как только вы достигаете определенного состояния просветления, тогда вы можете пользоваться мантры. Они начнут помогать вам. Но прежде всего, вам необходимо очистить свое сердце. Я обнаружила, что в общем подавляющего числа людей Запада две чакры работают не так, как надо. Первое из них — это сердце. Это означает, что сердце неясное. Сердце нечистое. Что в своем сердце вы все еще являетесь маленьким человеком. Что вы не поместили еще в него свою мать. Вам необходимо очистить свое сердце посредством того, что вы смотрите на мою фотографию, помещаете в него все свое чувство любви по отношению к своей матери, понимаете ее работу и помещаете ее в свое сердце. Если ваше сердце неясное, тогда все остальное не имеет значения, потому что все делает ваше темное сердце. «Ваше сердце должно быть чистым, абсолютно покорным и должно стараться ставить меня выше всего остального». Я могу говорить это вам, потому что вы сахаджа-йоги. Я не могу говорить это не сахаджа-йога. Мы всегда пытаемся описывать сахаджа-йогу своими собственными терминами, а не терминами Бога. Бог таков, каков Он есть. Он не может изменить себя. Это вы должны измениться, поэтому мы помещаем в них все то, что мы думаем обоих. Например, если кто-то думает, что он хорошо ко мне относится, или же он близок, в кавычках, ко мне, если он считает, что он лучше других организовывает, или же делает эту работу, или ту работу, или что-либо иное подобного рода, когда он чувствует, что он важен, потому что он делает эту или ту работу, тогда ему необходимо знать, что все это ментальная деятельность. Фактически вы не делаете ничего. Когда вы пытаетесь делать что-то, вы действительно приводите в замешательство. Или самих себя или меня. Вы видели вчерашний пример. Я была уверена, что поезд отбывает на следующий день, но меня никто не слушал. Они понеслись на вокзал, и там обнаружили, что у них билеты на завтрашний день. Это знание приходит к вам, если у вас чистое сердце. Вчера я сказала вам, что уехать не нужно. Я не знала, какова там ситуация. Я просто сказала, не езжайте, и все. Потому что я знала, что произойдет. Так что такие четкие мысли приходят к вам, когда ваше сердце чистое. Но прежде всего люди не понимают, что решать это необходимо посредством вашего сердца, а не мозга. Когда мы решаем все при помощи своего мозга, мы стараемся развивать свой мозг. Не так ли? Запоминая, практикуя что-то, обучая свой мозг, как ему необходимо мыслить, как решить эти задачи, те задачи. Мы стараемся тренировать свой мозг. Но в Сахаджа-йоге нам необходимо тренировать свое сердце. А для того, чтобы тренировать свое сердце в Сахаджа-йоге, необходимо прежде всего знать, что его покрывает либо эго, либо супер-эго. Лимбическая область фактически представляет наше сердце. И если присутствует эго, тогда сердце всегда будет «сердцем» в кавычках. Оно не будет настоящим сердцем, которое будет работать, а будет всего лишь ментальной проекцией. Вы же будете чувствовать, что это работа вашего сердца. Что же нам делать, если у нас есть эго? Вы можете сказать, что необходимо говорить самому себе, что это нехорошо, что то нехорошо, приводить всевозможные ментальные доводы или заниматься самовнушением, так как это предлагают делать психологи. Это опять-таки ментальное построение. Так у вас ничего не получится. Нам необходимо понять, что для этого нам нужно поднимать свою левую сторону и переносить направо. Другого способа нет. Вы должны решать эту проблему при помощи своих рук. Ее решают ваши руки, а не ваш мозг. Поэтому используйте свои руки, применяя методы сахаджа йоги. Каждый человек регулярно ежедневно должен сидеть в воде. Это важно. Каждое утро вы должны проводить свою медитацию. Потому что на ментальном уровне мы чувствуем, что мы пребываем вместе с матерью. Это хорошо. Это воздействие благотворно. Увидели, каковы индейцы, какой свет у них на стопах и как они хороши для сахаджа йоги. Но после того, как вы увидели все это, вам необходимо понять, что сахаджа йогу необходимо делать, а не обдумывать. Мы не можем только лишь думать о них. Что бы вы ни пытались делать при помощи своих мыслей, это не принесет вам никаких результатов сахаджа йоги. Вам необходимо использовать свои руки, свои стопы. Вы должны вымачивать их в воде, потому что вода — это океан. Все эти пять чакр, или, скажем, шесть чакр, я говорю пять. Первая — это Муладхара чакра, а самую высшую представляет мозг. Между ними находятся пять чакр, с которыми необходимо обращаться с полным пониманием того, что в своей основе они сделаны из материи. А эти пять элементов составляют тело этих чакр. Если эти чакры необходимо приводить в порядок, мы должны делать это, изымая все проблемы этих чакр и помещая их в элементы, из которых они были созданы. Например, человек очень правосторонний. Такой человек должен добиться равновесия при помощи своей левой стороны. Конечно, подъем при помощи рук действенен, но как в отношении элементов, у правостороннего человека все его элементы дают жар. это, можно сказать, свет, огонь. Поэтому правосторонним людям свет не очень поможет. Скажем, вы помещаете через фотографии свечу, но для правосторонних людей она не будет работать. Что же тогда будет работать? Мать-земля и элемент воды, которые дают охлаждающий эффект. Даже лёд, он очень полезен правосторонним людям. Так что все охлаждающие эффекты необходимо использовать для исправления вашей правосторонности. Так вы охлаждаете ее. То же самое относится к пище. В плане пищи правосторонним людям следует принимать левостороннюю пищу, коей являются углеводы. То есть они должны частично или же в довольно большой степени стать вегетарианцами. Самое большое, что они могут позволить себе есть, это цыплят, но не рыбу, не продукты моря, потому что все они горячие. Вот как вы лечите свою материальную сторону в ваших чатах. Левосторонние же люди должны использовать пипани, свет или огонь для того, чтобы привести в порядок свою левую сторону. Также и в плане пищи им надлежит принимать больше азотистых веществ, то есть протеинов и тому подобную пищу. Им следует употреблять больше протеинов. Что же касается сахаджа-йоги, то главное в ней это кундалини. Кундалини, как я вам уже сказала, это чистое желание. Опять-таки, слушайте внимательно. Чистое желание. Это означает, что все остальные желания нечисты. Есть только лишь одно чистое желание, и оно состоит в том, чтобы быть единым с Божественной силой, единым с Брахмой, единым с Богом. Это единственное чистое желание. Все остальные желания не являются чистыми. Поэтому тренируйте постепенно свою с тем, чтобы достичь того, чтобы это желание стало для вас главным. Если вы таким образом будете тренировать свой ум, тогда вы сможете выработать чистое желание. Так что все остальные желания утратят свою значимость. Итак, это желание быть единым с этой Божественной силой является наичистейшим и наивысшим. И чтобы достичь его, что нам надлежит делать? Чтобы достичь его, вам необходимо всегда доставлять своей матери удовольствие. Очень просто. Адишан Карачария сказал, ни о чем не беспокойтесь, просто делайте так, чтобы ваша мать всегда была довольна. Вы должны быть простыми людьми. Не старайтесь быть хитрыми или же умными со мной. Я очень хорошо знаю каждого человека. Старайтесь говорить само семье. Я должен говорить так, я должен вести себя так, чтобы это доставляло удовольствие моей матери. Предположим, что вы находитесь в Сахаджа-йоге и совершаете плохие поступки. Это вовсе не доставит мне удовольствие. Вы должны постараться сами определить, чем вы можете порадовать маму, что доставляет мне самое большое удовольствие. Я очень проста, поэтому я хочу, чтобы человек был простым и чистосердечным. Предположим, человек очень уж рисуется, старается всегда быть первым, или же всегда хочет быть подобным кинозвезде. Такой человек мне не нравится. Вы должны быть очень тихими и чрезвычайно робкими в отношении того, чтобы выставлять себя в выгодном свете. Хвастаюсь ли я тем, что являюсь Адишактей? Нет. Я живу так же, как и вы, совершенно так же. Стараюсь ли я рисоваться? Тогда почему же вы стараетесь рисоваться передо мною? Так что такого рода человек не является хорошим. Во-вторых, вы не должны испытывать напряжение, находясь со мной. Нет необходимости быть напряженным. Если я обнаружу, что с вами что-то не так, я ругаю вас, это для вашего же блага. Если я хвалю вас, это опять-таки ради вашего же блага. Моя сахаджа-йога работает таким вот образом. Я не испытываю злости никому, никакому человеку в этом мире. Вовсе нет никакой злости. Я не злюсь ни на кого в этом мире. Я есть не что иное, как сострадание. Но будучи сострадательным, я вынужден иногда ругать. И будучи в той же степени сострадательным, мне приходится говорить очень сострадательным образом. И то, и другое оказывает помощь. И то, и другое помогает вам. Поэтому, слава Богу, что у вас есть кто-то, кто будет поправлять вас в нужное время ради вашего же блага, ведь вы святые. И вы пришли на эту землю для того, чтобы установить на ней божественное царство. Вот что вы должны делать. А если вы такие люди, которых не уважают, которые не являются разумными, у которых нет достоинства, которые ведут себя дешевым образом, как люди могут принять вас? Поэтому прежде необходимо заботиться об этой чакре сердца. То, что вы постоянно доставляете вашей матери удовольствие, должно стать вашим сердечным желанием. Даже когда я сержусь на вас, не расстраивайтесь из-за этого. Если же вы делаете это, тогда это один из признаков того, что ваша сахаджа-йога еще не установлена. Если я ругаю вас, это означает, что в вас есть что-то такое, что должно уйти. Я ругаю это, и оно уходит. Поэтому примите это просто как средство исправления. Это хорошо для вас. Это как какой-то шип, который находится в вас, и который необходимо извлечь с помощью другого шипа. Мать извлекает его из вас. Как только вы начнете понимать сострадания вашей матери, вы не будете против того, что я говорю что-то вам, исправляя вас или указывая вам на ваши ошибки. Потому что я должна это делать. Те, у кого не хорошее сердце, не чистое сердце, не понимают, они не понимают этого. Им это трудно понять, очень трудно понять. Поэтому поддерживайте свое сердце чисто по отношению по отношению к матери. Что бы я ни делал в отношении вас, это просто благословение. Всегда благословение для вас. Помните, что все, что я делаю для вас, это благословение. Другая чакра, которая ужасно блокируется у большинства из вас, это ваша напхи-чакра, что говорит о том, что вы все еще очень и очень материалистичны. Мы материалистичны в маленьких-маленьких вещах. Эта материалистичность становится все тоньше и тоньше и тоньше. Поэтому постарайтесь понять, что материя не так уж важна. Материя имеется только лишь для того, чтобы доставлять удовольствие друг другу, а особенно вашей матери. Более этой у нее вовсе нет никакой ценности. Поэтому вы не должны быть материалистичными в том смысле, что ради одной мелочи вы должны делать это, ради иной мелочи, врежь и делать то. Ничто не важно. Если что-то получилось, хорошо, а если не получилось, тоже неплохо. Понимаете, напхи-чакра очень индивидуалистичная, очень индивидуалистичная. Она отражает личные устремления. Если ваше желание касается только лишь лакшми, то есть вы хотите иметь больше денег или же вас беспокоят только лишь какие-то мелочи, не имеющие какой бы то ни было духовной ценности, тогда самое большее, что вы можете пробудить это лакшми-татвы. Но эта лакшми-татва должна стать, должен стать махалакшми-татвой, чтобы обеспечить ваше восхождение, чтобы достичь этого махалакшми-татвы, что оно отлежит делать? Использовать все ваши материальные ценности и ваше материальное существо таким образом, чтобы доставить удовольствие мне. Это очень важно. Поэтому вы не должны делать то, что не нравится мне. Это очень важно. Это должен понимать каждый. Я хочу, чтобы вы понимали, что когда вы одеваетесь, определенные вещи мне не нравятся вовсе. Как-то взъерошенные волосы. Мне это вовсе не нравится. Они могут быть атрибутом вашей моды или чем бы то ни было еще. Но они мне не нравятся. У вас всегда должна быть надлежащим образом сделанная прическа. А от этих современных взъерошенных волос вам лучше отказаться, потому что они являются признаком наличия бхутов. Если у вас слокоченные волосы, бхуты признают такого человека за своего и проникают в него. Поэтому старайтесь содержать свои волосы в порядке. Посмотрите на индийцев, как они ухаживают за своими волосами. Все они должны быть должным образом причесаны. Мне нет дела до ваших волос. Я не являюсь дизайнером причесок. Но если вы ненадлежащим образом причесаны, тогда вы определенно подвергаетесь опасности. Поэтому не оставляйте их без внимания. Далее у некоторых есть привычка неопрятно одеваться. Это также нехорошо. Вы должны прилично одеваться, чисто и опрятно. Не из-за того, что это материальный атрибут. Но этот момент очень важен, поскольку если вы не делаете этого, такого рода одеяния привлечет вас всех бадхов. Вы должны поддерживать свою чистоту и опрятность, потому что эти бадхи не должны проникнуть в вас. Все такого рода идеи, которые пришли на запад, выработаны некой сатанинской силой. Никоим образом это не выглядит красиво, никоим образом это не выглядит хорошо, для какой бы то ни был духовной личности. Мы должны изменить свой стиль с тем, чтобы стать привлекательными для божественной силы, а не для бхута. Мы не хотим, чтобы в нас вышли какие бы то ни было бхуты. Если вы понимаете этот простой факт, тогда вы начнете одеваться так, что это может и не быть современным, может и не быть старинным, но каким бы ваше одеяние не было, оно должно быть безукоризненно, чистым и опрятным. Если вы иначе посмотрите на материальный вопрос, вы более и более будете убеждаться в том, что хотя вы и собрали тысячу и одну вещь, которая по своей природе является пластиком, вам лучше иметь всего лишь несколько вещей, но таких, которые обладают духовной ценностью. не гоняйтесь за всеми редкими вещами, которые мы так стремимся иметь, ведь у них нет духовной ценности, поэтому старайтесь не собирать все эти бессмысленные вещи. Постепенно вы обнаружите, что делаете это все меньше и меньше, ваша жизнь станет проще, у вас будут более хорошие и более духовные вещи. Что бы вы ни покупали, смотрите, какие вибрации этой вещи, а затем покупайте. В противном случае просто не покупайте, потому что в вашем доме будут самые разнообразные бессмысленные бхуты, и вы будете в беде. Поэтому, что бы вы ни вознамерились покупать, проверяйте это на своем вибрационном осознании. Если же вы не понимаете, как это нужно делать, попросите помочь другого сахаджа-йога, но не продолжайте покупать вещи просто потому, что вы считаете, что они дешевые, или приятные, или хорошие, так что старайтесь покупать вещи, да вам до них нет дела, это не так уж важно. Я должен купить это, я должен поехать в Бомбей, чтобы купить это. Это плохая мысль. Внимание должно быть постоянно направленным внутрь себя. Я же вижу, что наше внимание направлено на внешние вещи, на то, что мы видим вокруг нас, и это не способствует улучшению наших вибраций. Но если ваше внимание внутри вас, вы не купите ничего такого, что является плохим в плане вибраций, вы никогда не будете иметь что-то такое, вы просто выброшите это, но ваше внимание снаружи, из-за этого вы просто не знаете, как вам судить об этом. На пхичакаре следует уделять внимание, для этого вам не нужно думать, вам необходимо работать наде, следить, какая ее сторона блокируется, если блокируется ее правая сторона, тогда лучшим для вас является сахар. Сахар представляет многие вещи, сахар означает то, что ваша речь должна быть сладкой, вы должны говорить приятным образом, люди считают, что если вы приятным образом говорите с кем-то, тогда вы ни на что не годитесь, или же что вы абсолютно кроткий человек, но вы должны быть кроткими, мы должны быть кроткими и смиренными, мы должны учиться тому, как приятно говорить друг с другом, а если вы не понимаете, как это делать, ешьте больше сахара, вибрированного сахара, который сделает ваш язык слаще и слаще, и тогда и ваши мысли по отношению к другому человеку будут сладкими, и менее резкими и критичными, поэтому для правосторонних людей показан сахар, для левосторонних же соль, левосторонние люди должны в большем количестве употреблять соль, и благодаря соли они смогут решить множество проблем, потому что соль придает личности большую собранность, благодаря чему она может выражать себя достойной, а не очень литургичным образом. Так что скорость ваших мыслей или поведения или чего угодно еще должна быть в центре, она не должна быть литургичной, но и не слишком большой и быстрый и лихорадочный. Так вы поймете, что сахар, джа йога это центр всего. Нужно стараться все привести к центру, а не бросаться от одной крайности к другой. Если вы слишком много говорите и болтаете, если вы слишком быстрые, постарайтесь снизить свою скорость благодаря бдительности. Вы должны быть бдительными. Видишь, моя скорость нарастает, мне не нужно говорить, мне нужно лучше остановиться. Но и те, кто вовсе не говорят, также нехороши. Поэтому те, кто говорят, и те, кто не говорят, должны понять одно. Что бы мы ни говорили, мы говорим, пребывая в центре. как только вы будете понимать это, ваша реакция на что-то будет совершенно центральной, сбалансированной и прекрасной. Все это я могу говорить сейчас, потому что у нас не так уж много времени. Все вы насладились пребыванием повсюду здесь. Я думаю, что все вы были счастливы всюду, что мы очень хорошо все сделали, и что все мы получили хороший урок, а также очень хороший опыт наслаждения. Поэтому не испытывайте никакого чувства вины, потому что испытывая чувство вины, вы не избавляетесь от нее. Чувство вины это уход от реальности. Вы должны смотреть правде в глаза. Вы должны открыто смотреть правде в глаза и исправлять самого себя и быть цельным. Это гораздо лучше, чем просто постоянно испытывать чувство вины или же агрессии. Это не годится, потому что, как я сказал, это не ментальный процесс. Поэтому, если вы понимаете эти несколько моментов в отношении этих двух чакр Наби и вашего сердца, если вы понимаете эти два момента, ясно, что вы должны держать их в чистоте, то выражением этого будет ваше поведение, ваша одежда, ваша походка, ваша манера говорить, то есть внешние признаки. Но вы не сможете попасть снаружи вовнутрь. Предположим, кто-то говорит, Мать, я очень хорошо причесался, поэтому я в порядке. Это не так. Это не обязательно будет залогом успеха. Даже если вы причесались, вы все равно можете быть одержимым пхутом, но вы, по крайней мере, оставите ему меньше шансов. Поэтому необходимо понять, что над этим необходимо работать. Я думаю, что это необходимо действительно скрутить в ваши головы, что над цахаджа-югой необходимо работать. Вы не можете просто сказать себе, о, я очень счастлив, потому что это раздувает ваше эго, или же я очень несчастлив, потому что это беспокоит ваше супер-эго. Я очень счастлив, или же я очень несчастлив. Так не годится. Вы должны пребывать в радости. А этого можно достичь, если вы терпеливы по отношению к самому себе, любите себя и достойно себя ведете. Ведь вы сахаджа-югой. Каждый человек должен поработать над собой с тем, чтобы весь коллектив был в порядке. Могут быть некоторые такие, которые беспокоятся только лишь о других. Беспокойтесь о себе и смотрите, что хорошего других людей. Вы являете не недостатки, а достоинства. А также, если кто-то должен говорить вам, чтобы вы собирались, двигались быстрее и так далее, не обижайтесь. Вы должны быть такими. Вы должны быть очень быстрыми. Нам нужно проделать такую большую работу в этом мире. У нас нет времени, чтобы тратить его попросту. У нас нет на этом времени. Мы должны быть очень быстрыми и проворными и здоровыми в этом плане. Вы видели во время этой поездки, какую большую работу я делаю по сравнению с вами, но я и намного старше вас. Конечно, вы можете сказать, мать, вы же Адишакти, это так, но я ваш идеал. Если кто-то является вашим идеалом, старайтесь стать таким, как этот человек, старайтесь впитать его качество.